Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина, свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. Сторис – моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам стопроцентная польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, ваша Светлана. А девочки, сейчас реально сижу и тащу себя. Решила сесть перед зеркалом, нанести макияж, открыла свою палетку с тенями. И вот нарисовала такой хаос. Ну, смотрите, там постель не застелена. Хотела бы с вами кое о чем поговорить. Девочки, мальчики, у меня возникла такая идея. В курсе вы или нет, ко мне обращаются за советом очень много женщин, девушек разных возрастов, категорий. О чем именно они мне пишут? Они советуются со мной в отношениях с турецкими мужчинами. И вы знаете, что я настолько уже изучила в психологиях турецких мужчин. Опыт у меня есть. Мой муж идеальный турецкий мужчина. Я так считаю, что он идеальный. Оно так и есть. И как он относится к женщине, я могу уже подсказать вам очень многое. И я никогда не ошибаюсь ни в ком. Как только женщина расскажет мне о каких-то отношениях, о какой-то переписке с мужчиной, я могу сказать итог, чем все это закончится. Также мне пишут женщины, которые пали духом, потеряли смысл жизни. То есть находятся в такой ситуации, опустили руки, можно так сказать, и не хотят двигаться. Такие тоже мне пишут. И я знаете, что решила? Вы мне пишите. Пишите, пожалуйста, свои истории. И мы разберем анонимно моих видео. И это будет очень хорошим примером для других женщин. Не так ли, как вы думаете? Хорошая идея. Так что пишите мне, пожалуйста, в личку, в директ, в инстаграме, ваши истории. И если вы согласны, чтобы я их разбирала в своих видео, ну, естественно, анонимно, никто ни о чем не узнает. Просто это будет уроком для остальных. Вот об этом я хотела с вами поговорить. Жду с нетерпением ваших комментариев под видео. Нравится вам такая идея или нет? Ну, а я пошла пить кофе с моим мужем. Уже час ночи, а мы все, никак не можем заснуть. Я сегодня сделала такой макияж, видите вы или нет, такой театральный. Но я сегодня была дома. Завтра утром мы встречаемся снова с девочками из клуба йоги. Ну, конечно, я так размахнула с названием клуб. Пока это еще несколько человек. Но когда кроме меня хотя бы один человек, это уже команда. Не так ли? Наша команда пока маленькая, но зато в ней находятся такие девочки, которые стремятся изменить себя, изменить свое тело, стать здоровыми, изменить свою осанку. И мир дает нам такую возможность. Почему бы и нет? Ну, все, спокойной ночи, всего хорошего и сладких снов. До скорых встреч. Всем доброго утра. Бегу на йогу. Мы поменяли локацию, так как там ремонт делали. И постоянно был шум, не слышно было нашей йоги, музыки. Поэтому вот решили перейти в другое место. Вот видите, я куда иду? Не вдоль моста к морю, а в противоположную. Там возле бабочки красивое такое место. Кажется, это олеандр, не так ли? Борит, друзья мои. Море. Даже хочется искупаться. Боже, какую красоту я вам показываю с утра. Ну, посмотрите. Кто не видел еще, как переносят весящие в Турции, при переезде. Вот, пользуются такими услугами. Такой большой кран подъемный. Погружают и, да, это самая хорошая капитума-бар, где мы часть-тенька раньше с мужем бывали. Иду вдоль набережной. Вот уже и бабочка, где мы договорились встретиться сегодня. Какая красота, друзья мои. Боже, какое счастье! Как мне приятно! Боже мой! Совсем другое настроение приходит. Как тепло! Мне придется даже раздеваться. Какое жаркое солнце! Ноябрь месяц начался. О, Боже, я живу в раю! Настоящий рай, друзья мои! Мой сыночек на таком же кораблике уже! Кстати, мой сыночек мне звонил. Все у него хорошо. Судно хорошее, новое, говорит. Плывут они в Японию. Довольный он! Слава Богу, один ребенок уже пристроился. Только трудно уходить в эти рейсы, друзья мои. Очень трудно. Большая такая очередь. Такие деньги надо опять платить. Но не знаю я, как трудно у нас с работой. Но кроме моря нигде не заработаешь таких денег. Как труден путь. Моряка до капитана. Смотрю, опять же, что-то роют. Нам помешают. Что ж такое, кругом ремонтируют. Нам надо куда-то с ней пойти туда подальше, с ними, с девочками. Мусорщик, да, мешал мне. Включил свой пылесос. Друзья мои! Как у нас классно в этом Мерсине! Я-я-я-я-я-я! О! Мерсен estructурный. Красный цвет. Красный цвет. К niveau. нашла наконец-то я индюшку то что искала сейчас нахожусь в юзбири посмотрите друзья мои как красиво здесь все аккуратно в поле 30 лет 30 лет стоит это красивом парке я сижу посмотрите друзья мои вышла я из бима не знаю какие вышли видео потому что боялась что мне сделают замечание накупила я на 75 лет смотрите какое разнообразие с утра видите видите какие гостеприимные какие огромные крабы все что хотите есть сардени леврек дельбалы гумюш 40 которые мы любим и мухи черные вот это мне не нравится кальмары ну а там впереди цветут цитрусы жаль что это не мандарины не апельсины не вашингтоны несъедомные они в этом году посмотрите какой урожай может это мандарина надо попробовать его вкус сорву сейчас я какой урожай в этом году посмотрите сколько я нарвала себе в пакет попробую на вкус может можно их есть мой домик всем привет друзья мои дорогие родные бои а тут плохо видно не да а тут плохо видно меня светлана вата такой вкусный ужин готовлю из грибочков и такой лапшички не знаю первый раз я посмотрите первый раз я купила готовлю первый раз вот кольцами не знаю как дальше потому что мой муж вы сами знаете какой он любит с томатом а это невозможно с томатом она же все вот так вот так по-моему да ой она кажется все по уже у меня превратилась превратилась в единую массу или нет попробуем друзья я не знаю как готовить их может их надо как-то отдельно готовить блин такие дорогие 10 лир обычную лапшу можно взять это точно их по-другому как-то готовят или мясо на них надо узнать рецепт поискать а соли не хватает сейчас думаю что приготовить из грибов ладно грибы допустим я сейчас пережариваю с луком а добавлю сюда же хочу я придумала что я сделаю я пригод я творила два яйца сейчас я приготовлю салат не такое сегодня хорошее настроение потому что наверно новолуние полнолуние господи уже перепутала что пришло но какая разница почитала свой гороскоп такой хороший гороскоп у меня он что-то мне жарко стало на газ раздеться сегодня у нас было двое на йоге но это не мешало знаете что если даже тебе придет один человек то уже эта команда поэтому это замечательно когда есть единомышленники а и другие девочки мои заболели заболели девочки у у нас такие планы сможет на воскресенье потом расскажу вам а то вам все расскажешь вы не будете смотреть на видео шутка конечно конечно шутка потому что кто кто меня любит наблюдать то что там любит как личность просто мою семью все я уверена что они дождутся заправлю я чуть-чуть майонезиком и петрушечку это называется салат грибной туда нужно и курицу не нужно нам курицу 2 дня ели курицу у меня куриный суп с мясом по чуть-чуть по чуть-чуть кушаем сейчас я достану петрушку петрушечку доставлю супчик вот у меня все у меня есть сегодня друзья мои доставлю йогурт вкусненький здесь а сухари так сухари у меня здесь леды у меня навалово кстати я давно не делала салат вот для чего я его открыла вот с такой капустой это капуста называется айсбеку тут столько видов капусты что пуду я добавлю я сюда вот эту капусту сиреневую капуста огурцы помидоры я не буду очень вкусно к этому подойдет морковка в этот раз на данном тоже побольше морковки и и и и и заключение красный пангарский перец обалденный будет вкус ну все друзья мои буду готовить покажу вам чем буду кормить моего мужа а вот таким ужином я буду кормить моего мужа который только что вернулся с прогулки куриный суп с курицей курица естественно вот такая лапша у меня получилась и салат из грибов и яйца сюда еще можно добавить филе ну если нет и нет приятного аппетита друзья мои ну а вечером нарисовала нейрографику алгоритм на страхе всем пока пока пока